Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество известного писателя Франца Кавки. Франц Кавка – знаменитый писатель, признанный ключевой фигурой в литературе XX века. В его произведениях абсурд и боязнь внешнего мира и высших авторитетов способствуют возникновению чувства беспокойства и тревоги. В них сочетается реализм и фантастика. Родился Франц Кавка 3 июля 1883 года в старинном городе Праге. Его отец, еврей Герман Кавка, продавал одежду и галантерейные товары. Мама, Юлия Кавка, была дочерью богатого пивовара Якоба Леви. В свое время она получила хорошее образование. Семейное воспитание сыграло большую роль в формировании личности писателя. Мальчику остро не хватало любви и заботы. Особенно не хватало внимания отца. Он чувствовал себя никому не нужным в доме. После Франца в семье родилось еще два сына и три дочери. Мальчики умерли, не дожив и до двух лет. Отец постоянно был на работе, мама или помогала ему в лавке, или занималась дочками. А на Франца практически никто не обращал внимания. Чтобы чем-то себя занять и скрасить свои серые будни, мальчик начал сочинять маленькие рассказы. Постепенно, под неблагоприятным воздействием отца, формировался характер мальчика и его литературный стиль. С годами у Кавки развился комплекс неполноценности, который преследовал всю его жизнь. В 1889 году Франца отдали в начальную школу, которую он окончил в 1893 году. После этого он продолжил обучение в гимназии, где увлекся самостоятельностью и стал организатором театральных постановок. Получив аттестат, Кавка с легкостью сдает вступительные экзамены на юридический факультет Карлова университета. В 1906 году он защитил докторскую диссертацию по праву, которую писал под руководством Альфреда Вебера, известного немецкого экономиста и социолога. Трудовая биография будущего известного писателя началась с должности служащего страхового ведомства. Постепенно он поднимался по служебной лестнице и дорос до высокопоставленного чиновника того же ведомства, хотя сам считал эту работу второстепенным занятием, возводя на первое место литературную деятельность. Он пытался забыться с помощью литературы. Писал исключительно для того, чтобы хоть как-то оправдать, по его мнению, свое существование и уйти от суровой реальности. Кавка даже не собирался печататься. Он настолько был закомплексован, что считал себя полной бездарностью. Все произведения писателя бережно хранились у Макса Брода, его верного друга. Они познакомились на одном из собраний в студенческом клубе, где говорили о Ницше. Макс постоянно уговаривал друга издать свои рассказы, но Франц упорно отказывался. Только в 1913 году Франц Кавка, наконец, капитулировал под напором своего друга и решил напечатать сборник своих рассказов. Сам Кавка опубликовал за всю свою жизнь четыре сборника – «Созерцание», «Сельский врач», «Кары», «Голодарь» и также «Кочегарь» – первую главу романа «Америка. Пропавший без вести» и несколько других коротких сочинений. Однако главные его творения – романы «Америка», «Процесс», «Замок» – остались в разной степени незавершенными и увидели свет уже после смерти автора, вопреки его последней воле. Практически все произведения Кавки написаны на немецком языке. Если прочесть оригиналы, то можно заметить, что написаны они сухим языком, в котором отсутствуют различные обороты и литературные изыски. Но каким-то непостижимым образом автор сумел соединить в своих произведениях эту серость и невзрачность с необычностью и даже абсурдом. Со страниц его произведений веет страхом. Автор панически боится внешнего мира и высшего суда. Тревога и отчаяние звучат в каждой строчке и передаются читателю. Однако стоит сказать, что Кавка настолько реалистично описывала этот мир, не стараясь использовать никакой сентиментальности и прекрас, что это выдавало в нем тонкого психолога. Одним из самых значимых произведений Кавки критики называют роман «Процесс». Франц писал его тогда, когда по своей инициативе расторг помолвку со своей невестой Фелицией Бауэр. В 1914 году Франц пожаловался другу на творческий кризис и полностью забросил роман. По сюжету главного героя повествование зовут Йозеф Ка. Однажды утром после пробуждения герой понимает, что его арестовали, но за какую провинность он не представляет. И именно это неведение мучает его больше всего. Франц Кавка долгие годы страдал от хронических заболеваний. Однако он находил в себе силы и сопротивлялся болезням, ведя здоровый образ жизни. Но, несмотря на это, его здоровье ухудшалось с каждым годом. В августе 1917 года доктора поставили писателю неучешительный диагноз – туберкулез. В 1923 году Кавка уехал в Берлин. Он очень сильно мучился от нестерпимых болей в горле, которые мешали ему принимать пищу. 3 июня 1924 года Франц Кавка скончался в госпитале. Жизнь известного писателя Франца Кавки была короткой и довольно однообразной. Он любил свой город и одновременно его ненавидел. Он любил бродить по старинным закоулкам, восторгался его величественно мрачными замками. В своих произведениях он старался трансформировать их до неузнаваемости и населять своими героями с их странными обликами и проблемами, которые были присущи ему самому. Кавка так и остался. Не признанным при жизни писателем. Это потом уже, после его ухода, его имя стало известно во всем мире. И только благодаря тому, что его лучший друг нарушил свое обещание и не сжег, а наоборот, опубликовал все, что до этого пылилось в шкафу. Жаль, что настоящий триумф и звание одного из лучших немецких писателей 20 века пришли к Кавке только после его смерти. Всем спасибо за внимание.